20-летнему, друзья, юбилею образцового коллектива литературная студия «Свеча» Детской Академии Творчества «Солнечный город». Друзья, аплодисменты, пожалуйста, этому великолепному событию. Новообразование Детской Академии Творчества «Солнечный город» Айбазовой Тамаре Павловне. Аплодисменты. Дети, родители, педагоги, наши уважаемые партнеры таким словом вас бездушевным называют, но я уверена, что вас со «Свечой» и с нами, и с нашими детьми связывает неравнодушие, то неравнодушие, с которым вы относитесь к образованию детей, к тому, как дети относятся к книге, как дети погружаются в литературу. Сегодня знаменательный день. Я сама являюсь мамой двух выпускников «Свечи». Так уж получилось. И я благодарна бесконечно, благодарна, Патину Алине за то, что «Свеча» — это такой трамплин, который дает возможность детям попробовать себя, попробовать свои силы. Впервые выступить на публике, сначала в маленьком каком-то камерном пространстве, а потом вы ходите на большие сцены, на сцены около Кремля, как это делал Хасан Альгиев, например, участник нашей «Живой классики». Я вам всем, дети, дорогие дети и родители, желаю успехов, чтобы вы тот заряд, то вдохновение, которое вы получаете под крылом Фатима Алиевны, чтобы вы пронесли его долго-долго, всю жизнь. Чтобы и сегодня, как вот наши выпускники уже взрослые, состоявшиеся, я вижу в зале присутствуют те, кто тоже являются выпускниками, взрослые люди, чтобы вы также могли еще через 20 лет, еще через 30 лет прийти и поздравить Фатиму Алиевну, Фатиму Алиевну, дорогая Фатима Алиевна. Я вас поздравляю, я желаю вам творческого вдохновения, чтобы оно вас никогда не покидало и всегда были для этого поводы у вас. Спасибо вам большое. И вам большое спасибо. Кстати, ключевое слово, вокруг которого будет происходить наше торжество, и есть это самое слово вдохновение. К нам пришли вдохновляющие нас люди, мы сами очень вдохновленные. Да и наша программа, по которой мы работаем, называется «Мы рождены для вдохновения». Кто-то из великих сказал, если в календаре нет даты и на душе неспокойно, то нужно придумать маленький праздник и отметить его, а иначе будет невесело. Но нам ничего придумывать не нужно. Есть свеча, есть выпускники, есть солнечный город, где нам очень много работается, творить хочется, и дети прекрасные, талантливые, и родители у нас самые лучшие. И я приготовила несколько вариантов речи, я это сейчас не буду говорить, просто 14-го числа, что хочу сказать, в Республиканском центре детского творчества, ее в городе знают по-другому, в доме учителя, в такой день в ноябре, 20 лет назад, зажглась наша маленькая свеча. И с тех пор здесь сплетаются судьбы, идеи, смыслы, язык, литература, авторы, читатели. В общем, происходит сама жизнь. Классически идеальная, традиционно правильная и захватывающая по-современному. Юбилей мы проводим впервые. Это торжество является стартом для серии юбилейных мероприятий, но это уже будет происходить в продолжении нашей официальной части. А я слово хочу передать действительно нашу любимцу публики вообще, он Джамбер Аришов, поаплодируйте отдельно. Он еще проводит в городе разные мероприятия, и особенно, как у вас проект называется, интеллектуально-развлекательная игра еженедельная. Он является там координатором, ведущим, а сам он выпускник отдела, говорю, факультета журналистики Акабардино-Балкарского государственного университета. Руль тебе, Джамбер. Я надеюсь на своих выпускников, я могу отдыхать. В зале можно, если позволите, я сяду. Но для начала мы приготовили маленькую презентацию, не маленькую, а большую презентацию, как получится, будем ее демонстрировать, как все начиналось. Вернемся чуть-чуть назад, в 2002 год. Это исходная точка, общегородской фестиваль, с которого все и начиналось, Кушкинский лицей назывался. Дальше, дальше, быстро. Давайте я буду. Вот сюда, да? В течение 10 лет, вот, выявление талантливых, пишущих детей, было главной целью этого фестиваля, и мы оттуда вообще начинали. Кстати, были приглашены 60 детей, начинающих авторов, а из них 14 остались. Некоторые из них присутствуют, они нам присылали ролики из разных городов нашей большой страны, и мы их будем сегодня потихонечку демонстрировать. А это то, что вот Елена Османовна Безрокова, ее имя должно прозвучать сегодня, потому что она, главной вдохновительностью свечи была все эти годы, поэтому ей давайте, она не с нами, но она пришла с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот я, почему, когда удобно демонстрировать, не буду акцентировать. Да, истории, истории мы еще будем сутки. Вот у нас есть выставка, пожалуйста, после мастер-наконница. А сейчас чемпиончик все равно к себе подают. Ну что ж, Вадим Алик, аплодил на правильный зал. Мы просто хотели отбросить насладиться этим мероприятием. И вообще, друзья, я хочу попросить вас немного расслабиться. Я понимаю, что у нас официальная церемония, 20 лет, но судьи всегда была в том, чтобы мы всегда чувствовали себя в уютном кругу, как дома, как вы по вечерам на кухне собираетесь, можете в легкой атмосфере провести друг с другом время. Именно такая атмосфера у нас всегда была на всех наших занятиях. Да и занятиями особо не назовешь, потому что мы приходили как к себе домой и получали очень много знаний, умений. И именно в этом свечении хочется сказать, что 8 лет назад я пришел получить какое-то дополнительное образование. И вот это переросло в то, что я просто, получив эти знания, решил связать свою жизнь именно вот с этим направлением. Вот что мне дала литературная студия. Это я от себя говорю. Давайте еще раз поаплодируем Татине Алине. Я не хочу ущемлять махновенных людей. Ну, скажем так, люди, в которых сильно развито творческое начало, хотя я считаю, что махновенные люди не бывают, люди, в которых сильно развито творческое начало, они очень чувствительны, восприимчивы, особенно восприимчивы к критике, когда это накладывается. Любую идею, любое стихотворение, любое произведение встречало поддержку, понимание, одобрение и нам придавало уверенности такое отношение. Но это еще не все. Свеча стала местом, где каждый из нас смог обрести друзей. И вот сейчас, вот сегодня я задумалась, есть люди, например, Катя, с которыми мы знакомы, просто уже невероятное количество времени. Многие разъехались, многие живут в разных городах, кто-то уже обзавелся семьями, и мы уже, в принципе, у кого-то родились дети, да, мы уже ждем, когда наши дети подрастут и тоже придут сюда. Спасибо большое за такое отношение, спасибо за то, что свеча есть, что она продолжает жить, и я желаю свече гореть как можно дольше. Спасибо. Пишу посредственно, и стихи еще хуже, и в целом, как бы, это все было никогда не про меня. Но, да, я очень люблю их декламировать, я очень люблю их учить, читать и так далее. И вот Фатима Алиевна, несмотря на мой абсолютное отсутствие таланта, всегда, тем не менее, радостно принимала меня в стенах этого прекрасного кружка, за что я ей очень благодарна. Но Фатима Алиевна даже не представляет, какое влияние она оказала на мою жизнь, потому что дальше, да, закончила я школу, уехала в другой город, а там я выпустила целых три сборника стихотворений и прозаических произведений студентов северокавказских вузов. Там не было ни одного моего, но мой организаторский талант позволил мне сделать три прекраснички в сборниках, которые, да, спасибо большое, разошлись по всему северному Кавказу. И именно это, да, меня вот заставило, да, моё вот это участие в свече сделать такой прекрасный, как мне кажется, шаг. По сей день я люблю талантливые стихи других людей, обожаю Инну Кашрежеву, обожаю разных авторов Роберта Рождественского. Сейчас я работаю в образовании, и каждое образовательное мероприятие для нашей молодёжи начинаю или заканчиваю чтением каких-нибудь таких стихотворений. Поэтому большое спасибо свеча. Ребята, даже если, понимаете, да, даже если что-то идёт не так, каждый может найти пользу в том, что он входит в эту прекрасную студию. Спасибо вам большое. Слово Феликсу Айбазову. Давайте встретим аплодисменты на Феликса. Он с вами проведёт блог, который называется «Гости». Феликс, вам слово, ваша трибуна. Что ж, друзья, уважаемые гости, добрый день. Здравствуйте, что-то все немного приуныли. Сейчас будет самая приятная часть любого мероприятия, потому что, ну согласитесь, это же так приятно, когда тебя благодарят. Сейчас на сцену для поздравительной речи приглашается главная вдохновительница наших творческих свершений с 2013 года Наталья Петровна Шинкарёва, заслуженный работник культуры Кабардино-Волгарской Республики, председатель аутистов Неголюбов Кабардино-Волгарской Республики, член общественной палаты КБР и член правительства Союза писателей. Пожалуйста, мы вас очень просим. У меня пальцы закончились. Я с подарками и с награждением. Фатима Алиевна не вижу. Выйдет, да? Дорогие свечисты, дорогие родители, дорогие коллеги. Конечно, сегодня замечательный день, он знаменателен для нас, для всех, потому что 20 лет, может быть, для организации, как бы и не совсем, но для такой организации, как литературная студия «Свеча», я считаю, что это дата. И она серьёзная дата. Молодой человек в 20 лет, он готов к свершениям, у него ещё всё впереди. Но тот опыт, который накопила уже студия, и столько выпускников, сколько вышло в эту, благодаря вам, счастливую образованную жизнь. Вы понимаете, сколько было заложено добра, какой фундамент образовательный. Вот в каждом из вас, я смотрю на старших, я помню тех, которые были между этими присутствующими. И ваши дети тоже. Да, и это мои дети, и мне всегда говорили, как вы их всех запоминаете? Я говорю, так они же мои. Просто это вот восхищение, тем трудом, который Фатима Алина в них вложила, могла раскрыть тот потенциал. Ведь действительно могли приходить, и приходили детки с нулевым потенциалом. И потом мы видели тех выпускников, которые уходили. Мне даже казалось, это не три года, а больше. Вот благодаря нашим партнерам. Да, ну вы знаете, да, вот наши совместные проекты, где они смогли открыть свои достижения, показать их на уровне не только республиканском, но и дальше. Ведь свечисты участвовали и в российских конкурсах, и в международных конкурсах. И не зря я здесь в почетной грамоте написала «победоносная», потому что первые вообще годы это был взрыв мозга, когда участвовали наши дети, именно свечисты участвовали на республиканском уровне, на российском уровне. И вот Международный союз книголюбов, который проводит ежегодные конкурсы, и там были первые места, причем не только в литературном творчестве, миниатюрная книга, это изготовление своими руками, буквально произведение полиграфического искусства выходило из стен. Переводы, переводческая деятельность. Да, переводческая деятельность, она вообще достойна особого внимания, потому что в стенах общества книголюбов зародился тот конкурс. Мы ставили высокую задачу вырастить, воспитать, образовать своих переводчиков, потому что это больное место нашей национальной литературы. Мы хотим выходить за пределы республики далеко, чтобы знали творчество наших писателей. Поэтому у нас были и есть хорошие успехи ежегодно из числа обучающихся литературной студии Свеча. И вообще вы мне настолько все родные, и начиная от детей, и заканчивая руководителем. И хотелось бы отдельно сказать, что очень много зависит от тех условий, в которых находится то или другое образовательное учреждение дополнительного образования. Конечно, студии повезло, да, вот те условия, которые предоставляет Солнечный город, я думаю, что они способствуют тому, чтобы у нас были. и сейчас есть, и будут, да, и будут наши знаменитости, которыми мы гордимся, уже и будем гордиться. И на слуху у нас имена этих ребят. Ну вот Джамбера увидела, я его узнала. Многие не узнали, да, вот говорят, как он вырос. Феликса тоже увидела такой. Я просто говорю, как ты вырос? Ну, и я думаю, что это рост не просто физически, но я знаю, что это и в образовательном, и в духовном. Ну, просто уже люди не останавливаются на достигнутом. То есть тот старт, который вы даёте в студии, он является побудительным дальше идти только вверх, вверх и вверх. Я вам желаю творческих успехов. И позвольте мне, начнём, наверное, со студии. Литературная, награждается, литературная студия «Свеча», Детская академия и творчество «Солнечный город» за многолетнее активное участие в жизни общества книголюбов КБР, безупречно отлаженную работу, беззаветную преданность своему служению, популяризацию книги и чтения среди детей и юношества, значительный вклад в общее дело по воспитанию интеллектуального потенциала нации и в связи с 20-летием со дня основания. И почётная грамота руководителю. Награждается Тазова Фатима Алиевна, руководитель литературной студии «Свеча» к Богу Детская академия творчества «Солнечный город» за сохранение национальных традиций, большой вклад в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, победоносное участие и блестящую подготовку свечистов в российских и республиканских конкурсах, добросовестный труд, верность профессии в деле популяризации книги и чтения среди детей и юношества. Ну и подарки. Подарки, конечно, у нас другими быть не могут, как только книги. Самый лучший подарок. Да, большой вам для творческих планов. Мы часто можем похвастаться тем, что произведения наших писателей могут выходить в сборники. Во сети вышел сборник «Тепло наших сердец», где нашим писателям была выделена двойная квота, и там 20 авторов представлены. Я думаю, это как раз подспорье для того, чтобы знакомить ваших свечистов, наших свечистов с творчеством современных писателей и поэтов Кабардино-Болтарии. Покажи. Ну и ваше «Тепло сердца» тоже здесь. Это внизу там. Вот много книг. Да, ну сборник сейчас вам покажу. Вот такой вот сборник. Да, обновите репертуар. И по поводу репертуара. У нас член совета общества книголюбов, Тхамоков Анзор, вы с ним знакомы. Он сегодня, к сожалению, не смог прийти, но он подготовил небольшую библиотечку в подарок, и эти книги я физически не смогла привезти. Они вас ждут. Эта библиотечка от Анзора Тхамокова ждет вас в обществе книголюбов. Да, он совершенно неравнодушный человек, и поэтому так. Спасибо большое. Наталья Петровна, в свою очередь мы выражаем вам благодарность, искреннюю благодарность и глубокую, глубочайшую признательность за многолетнее эффективное, неравнодушное сотрудничество с нами, за ваше неравнодушие к культурной жизни республики и нынешних, я бы даже сказал, поколений. Мы верим в сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений и хотим сказать вам искренне большое спасибо. Процветание и художественного полета. Дорогие друзья, поскольку я тут, представляю музей Алиша Генцукова, я бы хотела ко всем обратиться к его первеным приветствиям. Хакуса Паши! Мне очень приятно присутствовать здесь, поскольку Хакима, это, мне кажется, дочь Алиша Генцукова, потому что она... У меня есть педаль, Алиша Генцукова, мне очень приятно сегодня присутствовать здесь. И я бы хотела прежде всего вспомнить добрым словом Елену Асмановну, дезоритория. Мне кажется, вот и не кажется, задолго до встречи с литературной студией она была первым руководителем, которая организовала преподавателей Кабардинского языка республики и привела их Калиша Генцукова в музей. Вот этот шаг, Елена Асмановна, этот шаг, он навсегда вошел в историю нашего музея. А потом наши другие и центр назывался, центр творчества детей и юношества Министерства образования и науки. Вот с той поры мы дружим с литературной свечой. И практически первые выпускники, первые любимчики Фатимы Алиевны были у нас в гостях на следующий год. Это оба у нас произошло. Они пришли к нам в гости и с той поры литературная студия «Свеча» это наш самый верный друг. Особенно всем, наверное, в республике запомнился, в 2010 год, когда музей и вся республика отмечала сто десятилетия со дня рождения Алиша Денцукова. Вот именно тогда это был ровный камень, насколько крепкая у нас дружба. Благодаря Фатиме Алиевне, все эти дни, которые назывались фестиваль, посвященный сто десятилетию, он создал мир и он велик. По следам этого фестиваля, благодаря Фатиме Алиевне и ее талантливым воспитанникам была издана книга в памяти Алиша Денцукова, наш Алиша Денцуков. И именно в этом сборнике практически воспитанники Фатимы Алиевны, которые посвятили свои творческие мысли в памяти нашего выдающегося классика. Поэтому, Фатимочка, мы всегда с любовью и преданностью. Какое бы у нас не было мероприятие, мы всегда первыми, кто нас приходил и помогал была литературная свеча. Слава на вашу девушку. Переходила немного Маяковского заказать. Светить всегда сидит везде и помнит вы супер. Он велик изданную дебятностью Виктора Котлерова. А это последнее издание на Кабардицком и в русском языке Али Асхадовича. Это очень цельная история. Здесь, конечно, наша небольшая консервская помощь, а здесь, мне кажется, я правильно сделала, поскольку предыдущий аратор подавляет. сотрудничество с литературной студией СВИЧА по поддержке одаренных детей в рамках совместных культурно-образовательных проектов. Благодаря вашему содействию в деятельности студии в сфере образования культуры, искусства, просвещения создаются условия для наиболее полной реализации творческого потенциала талантливых детей, их профессионализма, становления и духовного развития. Желаем вам дальнейшего процветания, неиссякаемой энергии в достижении наших общих целей. Уста кораллами назвать, небелоснежно плечи открытых кожа, и черной проволокой вьется прядь. Дальше больше внимания. С дамастской розой, алой или белой, нельзя сравнить оттенок этих щек. вот это дамасские розы. Сегодня после мероприятия посадите в память о 20-летии и потом через 5-10 лет на эти цветы будете смотреть и радоваться. Спасибо всем за внимание. Я бы сказал действительно теплых слов относительно нашей студии и сейчас мы попросим подняться на сцену Амшокову Раю Заудиновну заведующей филиалом номер 8 Центральной Библии. Тогда продолжим. Мы попросим подняться на сцену Яхтонигову Ларису Анатолию. Юбилей 20 лет, а с 2014 года мы сотрудничаем очень тесно. Воспитанники литературной студии Свеча принимают участие Язык родной Победы нам слова где они получают самые призовые места. Спасибо вам большое Фатима Алиевна за подрастающие поколения и с юбилеем удачи вдохновения всем педагогам Солнечного города. Благодарим вас. Создайте вас на наше мероприятие. Приходите. Козунг мой и Солнце. Кто этот придумал? Какой автор? Свечисты не знают? Наталья Петровна, а вы знаете, кто этот придумал? Эти деревянные я вам специально приду вручу и придется сшить для вас кадр, так как уже есть все на вот согласитесь с этим или нет. Все не да, я не связала свою профессиональную деятельность с литературой, я проношу через свою жизнь. Я поздравляю вас с юбилеем такой уже значимой даты. Сколько всего таит в себе эта цифра побед? Я с огромной теплотой вспоминаю наши вечера в студии. Желаю всех процветания, успехов, вдохновения. Дом рождения! Добрый день, дорогие гости, милые, любимые ребятки, уважаемые родители. Позвольте от дружественного коллектива, с которым мы уже дружим 20 лет, нам на следующий год 20 исполняется, в этом году 19. Но не поздравить, не прийти сегодня мы никак не могли. Поэтому позвольте от всего коллектива альтернатива поздравить литературную студию Свеча с 20-летием под ваши бурные овации. 20 лет, 20 век, 20 сходов, что день, то ступень, и стуки минут, раздумья и труд. Год за годом проходят юбилеи словно сны, как запятые в жизненном писании, и вновь вперед к дыханию весны, к вершинам творческих стремлений и познаний. 20 лет, Фатима Алиевна, это небольшой срок, но он наполнен такими событиями, которые прославили литературную студию Свеча и в городе, и в республике. И это только начало, Фатима Алиевна, от всего нашего коллектива позвольте пожелать вам легкого пера, неиссякаемого вдохновения, крепкого здоровья и светлых счастливых дней. Ура! Ура! Спасибо большое Марина Харсанчевна и, конечно, от литературной студии Свеча для наших дорогих соседей огромная благодарность. Марина Харсанчевна, соседям подарок, да. Конечно. Поздравляю с юбилеем образцовый коллектив. Будет пусть и вдохновение и солидный креатив. Вам желаю я признания, уважения, комплиментов. Никогда пусть не стихает гром шальных аплодисментов. и песня подарок, Как же без этого? аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я поздравляю вас с такой весомой датой, как 20 лет, и желаю, чтобы в дальнейшем вы поздравляли друг друга и окружающих к творению. Потому что творчество — это исключительно, а писает, подчиняет и показывает мир, швистит, мол, слов, текстов — это невероятно. Награждение, астраль, река. Счастье — это горение, полис, мечта, работа, и дерзкие крылья, болезнь. Но я считаю, что счастье, по-моему, просто. Бывает раз на возрасте, в кончиках, в этом объектах, в зависимости от человека. Спасибо. Наверное, в целом, выпускник из этого студии 2007 года попал в студию, участвовал в Российском конкурсе, стал лауреатом, и меня пригласили. Было очень приятно оказаться среди группы людей, каких-то из научников, которые нарезаны тем, что творческие личности и пытаются развиваться. Очень приятно были связаны, как и в глазах, которые действовали по темной линии. Было очень много приятных моментов, приятных, очень приятно зайти, хотим за линии, поздороваться, увидеть. Сегодня в нашем новом году юбилей. Гостей забрал в зал Немала. Улыбки расцвели вокруг, и стал теплее день осенний, стал шире круг друзей и партнеров, как в темном небе полок звезды. Послушайте, ведь если зажигают свечи, значит, это кому-нибудь нужно, значит, кто-то хочет, чтобы они были, значит, это необходимо, чтобы где-то в солнечном городе зажигались свечи. За голой творческой жизни воспитанниками литературной студии было одержано более 700 побед на городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах мастеров художественного слова. И в этом есть и наши заслуги. Внимание на экран. Внимание на экран. Внимание на экран. На этом презентация заканчивается, и сейчас будет визуализация стихозарения Тазовой Фатимы Алиевны. Все уже больные выбирают себе путь. Фактически в своем Отечестве должны быть счастливыми. Не потому ли так много счастливцев на этой райской земле? Все учат общество в объединениях, времяпрепровождение в заведениях. Практически люди не смогут прожить без наставников жизни. Жить им дужить. Вот посмотри, полуночный, один, скучающий. Нет, покой охраняющий, из рода людей. Зачем ему спутник? Один рожден, и счастьем свободы от него поем. Да, нет удрученных. Кампус запомнил. А через стену, лишь для сомнений, Масса идей. Жизнь, будь уверен, здесь веселей. Вместе с весельем я сам смелей. Здесь, кажется, урны по мне. Здесь в игры играют. А кого обижают? Нотации читают. И болоте оставляют. Жизнь простор. Молчаливый укор. Чья-то навязчивость. Чей-то рассвет. Чья-то везучесть. Чьи-то сто дел. Соцобязательства. Бумагостяжательства. Форс-мажор обстоятельства. И председательства. Чье-то писательство. Стихокропательства. Изобретательства. И украшательства. Все отчетливей. Детский наш смех. Что-то не смеется, становится ангельский свет. У него больше, чем у кого-либо достижений, талантов. Он дает и танцует, он вот ванчампает. Но давайте сейчас нахуй посмотрим точку такую. Пошлешь нашим новым существом. Они будут посещать, смотреть на тебя и учиться у тебя. У тебя есть все уже селье, чем у тебя и как учить тебя. Давай. Жил на себя немного, жалко бездомных собак. Эта прямая дорога меня прибила в кабак. Выступает Саида Башиева. Цветок. Пушкина в переводе Кулиева на балкарском языке. Спасибо за внимание. Жизнь на чужбине сиротства темнится в горле мучительно ком. Здесь своего не витало шхамаху. Я не единого дня. Матери нечто без баева страха. Здесь привоскала меня. Город. Под ним лишь пучина морская. Вновь корабли к нам ползут. Грустчики фельсками, пот утирая. Спины подтяжи степнут. Перевод на гаваритинский язык. Алиша Гинцокова-Нана. Саида Башиева. Алиша Гинцокова-Нана. Гробов-Нан. Гробов-Нан. Добро пожаловать в Казахстан! 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 За то, как вы отдаете всю себя детям, я надеюсь, что, уверенно точнее, что вы еще подарите нам очень много ярких, интересных звезд, не только литературных, но, может быть, и кино, и телевидение, потому что дети такие открытые, такие красивые сегодня выступают. Я вас поздравляю. Давайте мы с вами сфотографируемся. Сегодня у нас чудесный день. Мы отмечаем 20-летний юбилей нашей литературной студии «Свеча». Все начиналось с великой любви к слову, к письму и литературному творчеству. За 20 лет огонь творческий, творческое пламя нашей «Свечи» зажгла несколько сотен ярких звезд, которые стали известны в городе, в республике и за его пределами. В течение 20 лет наши студийцы много раз принимали участие в городских, республиканских, всероссийских, международных конкурсах литературного творчества и становились победителями и призерами этих конкурсов. Я могу смело сказать, что ни одно литературно-творческое мероприятие города и республики не проходило без деятельного участия нашей литературной студии «Свеча». И вот эта насыщенная, тодотворная, творческая работа наших студийцев, все это обеспечивалось благодаря упорному и неустанному труду нашего замечательного руководителя Тазовой Фатимы Алиевны. Огромную благодарность вам за наших таких замечательных студийцев, Фатима Алиевна, за ваш труд. Также успехи студии, которые получили на сегодняшний день, они все заслугивают в этих успехах наших партнёров социальных, которые наши уважаемые гости, которые в течение 20 лет обок-обок, неустанно, совместно сотрудничали с нашими детьми, чтобы они пришли к таким успехам, о которых мы сегодня уже вам говорили. Спасибо вам огромное, что вы у нас есть, что вы сегодня к нам пришли и поддерживаете нас в этот замечательный, знаменательный день. Хочу поблагодарить наших родителей, уважаемых, которые тоже в течение 20 лет активно очень принимали участие в творческой жизни и деятельности нашей студии. Хочу выразить уже, я смотрю, благодарность нашим выпускникам, которые пришли сегодня поздравить студийцев и своего руководителя. Я уверена, что наши выпускники в какой бы сфере деятельности они не занимались. Вот та любовь к слову, которая зародилась в студии «Свеча», с ними осталась навсегда. Удачи нашим выпускникам тоже. Не могу не вспомнить огромные слова благодарности нашей Елене Османовне, которой, к сожалению, с нами сегодня нет. Она была одним вдохновителем студии в течение 20 лет. Огромная ей благодарность. И мы ей бесконечно благодарны. И память о ней будет с нами всегда, как о великом нашем наставнике. АПЛОДИСМЕНТЫ Я поздравляю всех этих праздников. Наших студийцев поздравляю. Обращаюсь к вам, дорогие наши ребята. Я вам желаю продолжать и дальше еще много-много 20 лет продолжать вершины покорять литературное творчество. Мы вам и гордимся, гордимся вашими успехами, вашими победами. Я хочу пожелать вам продолжать и дальше стремиться к совершенству и продолжать радовать нас своими победами. Ну а сейчас я бы хотела вручить вам от нашего отдела социально-гуманитарной направленности подарок. Пусть вот эти часы 20 лет литературной студии «Свеча» Пусть они будут еще много-много лет отсчитывать секунды, минусы, счастливые часы новых и новых побед литературной студии «Свеча». И пусть никогда не тасит вот этот огонь в нашей родной свечи. Я вас поздравляю с вами, с вами, с вами. Мы вами гордимся, любим вас и ценим. Спасибо большое. Спасибо большое за поздравление. А сейчас хочу предоставить слово доктору педагогических наук, заведующим методическим отделом Квоудат, солнечным городом, с Ниней Байчикуевой. Нина Харуновна, прошу вас выйти. Нина Харуновна, многие идеи, которые были сегодня реализованы, принадлежат Ниней Харуновне, как мы давайте к нам обратились. Дорогие ребята, в России большое будущее, потому что растет такое замечательное поколение молодых людей, которые скоро станут учителями, врачами, инженерами, писателями, поэтами, издателями. В общем, страна, она ждет вас. Ждет вас умных, добрых, порядочных и красивых людей. Ну, и с Хатимой Алиевной не могу. Сегодня мы увидели такой праздник, да? Вам понравился праздник? Да, да, да. А что вам понравилось? Все. Все понравилось. И нам все понравилось. Кроме того, как нести ответственность, все нам понравилось. Вы нам устроили такой замечательный праздник. Мы узнали всю вашу историю, все ваши дороги, все ваши награды. Посмотрели вашу выставку творческих работ. Я вас поздравляю. Желаю больших педагогических побед. Фатима Алиевна, мастер педагогического труда, мастер. И у двери висит такая табличка, да? Вы читали? И там написано что? Педагогу и тому кабинету, где работает настоящий мастер. И мы сегодня увидели, что это еще более, чем мастер Фатима Алиевна у нас. Увидим все те результаты, которые вы показали. Фатима Алиевна, вам, вашему студию. Долголетие, благополучие, творчество, здоровье, счастье и много-много радости. Будьте самыми счастливыми людьми. Мы всегда нам отыскали на десерт, чтобы узнать ваше мнение. И всех родителей, потому что Фатима Алиевна несет свет, она несет красоту, она несет чистоту и она поглощает наших людей в слово, чтобы они понимали, что это такое поэтическое слово. Спасибо вам большое. Конечно, здесь у меня племянник мой дорогой. Самый лучший. Самый лучший шерхов Айте, которым гордится вся республика. Вся республика и, конечно же, наш род. Спасибо вам за него. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ночь вращается, как успеет земля, Сотни лет все превозвращаются на круги. В округе будут только светлые личности. А еще важнее те, кто приготовили этот ток. Это был самый сладкий подарок. Все книжки, которые они подарили, предотвратят нам, будут стать там, читайте больше, пишите чаще. Пусть ваша жизнь будет сладкой. Дальше, Маку. Саид, дайте себе. Хозяин, это ты здесь купила? Саид, что я купила? Я стою. Ты покупаешь мэрпорт, 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 мэрпорт. Ты покупаешь? Капитан. Саид, дай, дай! Саид!